Дамы и господа, сегодня в Одесском кризисном медиа-центре группа волонтёров, которые будут говорить на тему. Они будут представляться сами, подходя к микрофону. Принципы финансовой отчётности волонтёров и волонтёрских организаций. В 12 часов волонтёр, психолог, общественный активист, лидер общественной организации Одесса Милосердная Ирина Потоцкая, а также ещё группа волонтёров, которые будут проводить брифинг на тему открытия горячей линии в помощь АТО и раненым. И в 13 часов у нас группа журналистов, которые будут проводить и медиа-эксперты, брифинг на тему «Одесские СМИ в информационном пространстве Украины до и после выборов. Заказные материалы и соблюдение журналистских стандартов». Я приглашаю Александра Доброжанского, Татьяну Мумладзе, я вижу, Алина Подолянко и все остальные. Пожалуйста. Добрый день. Собственно, цель данной переспонденции в том, чтобы внести ясность в различные инструменты финансирования наших организаций, системы отчётности. За последние дни произошло, скажем так, корректно некоторое непонимание в нашей среде. Девочки, которые здесь стоят, это волонтёры из гимназической. Гимназическая 3. Вообще там располагается, насколько я понимаю, координационный совет. Я буду комментировать всех. Для начала, чтобы информация была из первых рук, я хочу предоставить слово Татьяне Мумладзе. Добрый день. Меня зовут Татьяна Мумладзе. И я хочу рассказать о причине нашего прихода сюда. Критическое положение, которое создалось в нашем координационном центре, мы уже не могли дальше не выносить это. Нельзя было умалчивать это. Я немножко расскажу о себе. Наверное, все слышали эту неделю, что на мне заведено 11 уголовных дел. Я хочу добавить, что это всё неправда. Сегодня я выложу в эту справку, на которой у меня нет ни одного уголовного дела. Это было дело Рокдумской, НЭД. И почему они сделали это, я тоже расскажу. Значит, группа волонтёров на гимназическую пришла в мае месяце. Туда пригласил нас Игорь Конжумянс. Мы раньше были с ними немножко знакомы. И начали мы работать. Сразу мы обговорили, как мы будем это всё... Как мы видим работу группы волонтёров. И первое, что у нас стояло, это должна быть очень прозрачная отчётность. На этом мы как бы и остановились. Игорь обещал каждые 10 дней предоставлять отчёт всему координационному совету. Там на координационном совете он был назначен главным волонтёром. Ну, отчётов не последовало ни первый месяц, ни второй. Он говорил, то он болеет, то он на выезде. Ну, с сентября месяца уже мы стали более настойчиво требовать отчёт. И тут начались какие-то такие непонятные для нас происходить события. Мы неоднократно обращались ко всему координационному совету заслушать его отчёт. Опять-таки же отчётов не было. А члены комиссии нам говорили, ну, не нравится вам, как Игорь работает. Ну, уходите. 5 октября была создана финансовая комиссия, которая должна была проверить работу всего волонтёрского нашего движения. И после 5 октября Игорь Конжумянс перестал появляться вообще на гимназической 3. Нам не поступало ни копейки денег за это время. Мы сами... Спасибо одесситам, которые продолжали приносить помощь для военных. Мы продолжали активно сотрудничать со всеми волонтёрами города. И делали заказы. И когда уже у нас мы поняли, что у нас денег вообще нет, я лично обратилась к своей родственнице, которая оплатила все заказы. Сейчас нам вменяют то, что мы забрали некоторые вещи, которые были закуплены лично за деньги моей родственницы, что мы это всё украли. Игорь Конжумянс, которая была на гимназической 3-м году, не имела никакого доступа до этой карты. Мы не могли проверить, сколько выходят, куди они идут. И это тягнулося з літа. Неодноразово было звернение, просили, просили, вимагали. Особисто я, все как-то так, извините, такое слово, отмороживались. Я поприджала, что это всё погано закінчится. А закінчилось это тем, что раптом Игорь Конжумянс приезжает на позашляховый куб. Игорь Конжумянс неодноразово скаржился на своё материальное становище. Он до того, как занимался волонтерством, працював продавцем в магазине «Комфі». На Координационной Раде он подтвердил это, не спростовав, то есть это так и есть. Он ответил, что позашляховый не его, а брата. Проверили информацию в МРАО, позашляховый, зареєстрованный 29.30.09. в МРАО на Гонжумянса Игоря Александровича. Тут мы все прозрели. Звитов нет, купляется дорогая машина. Машина стоит 13 тысяч долларов. Сколько он заплатил? Мы знали через других людей, сколько он заплатил за нее. Далее больше. Скажу так. Игорь Конжумянс, я покажу эту машину, чтобы вы так понимали, про что мова. Когда ему сказали про это, он начал говорить, что он собирал долго гроши. На заседанной Координационной Ради были люди, я, Игорь Зюбин, который особо давал Игорю Гонжумянсу гроши просто на життя, потому что он жалился. Спитал, сколько требуется, сказал, что тысячу долларов на життя он ему дал. То есть есть святки, и нам всем скажется на одноразово, что совсем на вашу життя. В него нема работы. Потом Игорь Гонжумянс ездит в АТО в форме майора Нацгвардии. Каким чином? Чому? Значит, в него есть посвящение, майора Нацгвардии. Вон ездит туда своей подругой Мишель Армат, которая является журналісткой Думской. Сейчас вам покажу это фото. Видите, на грудях погони. Это сейчас такая форма погони майора Нацгвардии. В ней капитана Нацгвардии. Питали в редактора Думской, не питали они в своей журналістке, что это означает. Відповеді не отримали. Но на Координационной Раде он не спростував цей закид. Он подтвердил, что он ездит саме в этой форме. Это вопрос до ВПП и она будет разбираться, кто ему дав это звание. По деталям, потому что это уже статя. Он говорит, что я купил эту ерунду в Нацгвардии. Рафаэлу. Скажите, пожалуйста, волонтери, кто из вас возит в АТО? Цукарки Рафаэлу. Розумеете? Рафаэл, я так и понимаю. Я понимаю, что когда возят в АТО, на блокпостах очень тяжело взять документы. Потому что там простые хлопцы, что они вам дойдут, який документ с мокрою печатку. И то волонтеры привозят, например, псевдо-слон, взяв то-то-то и подписался на псевд-телефон. Наверное такое привозят. Но Игорь Анджумянц возил допомогу в Нацгвардию, которая дислокуется в Одессе. И не могут они ничего взять, не давая ему папирец с мокрою печаткой. Мы долго ждали из Нацгвардии этих папирцов, мы не отримали. А завезено было очень много. Там Одесская область, Татарбунарский район надавали тонны муки, тонны крупи, олії. Они все вписаны на Игоря Анджумянца, но никаких подтверждающих документов, куди это пошло, нет. Комиссия два месяца, они там что-то занимались, переверка, ревизионная комиссия не занималась. Но никто не поставил свой подпис, потому что никто не хочет набрать в себе ответственность, потому что они понимают, что это покрывают злодия. Сейчас снова створена новая комиссия, но члены этой комиссии вышли, потому что они не хотят в этом лейні полоскаться. Питания есть еще до людей, которые... Сейчас, секундочку. Вот, есть документы, кто надавал, сколько, 5 тонн муки на Игоря Анджумянца. Это один район, это другий район. Это 10 тонн муки всего. А, 10 тонн муки, да, макароней, 850 тонн макароней, крупи, олії, консервы, ну, много, много. Два района давали, два района. Да. Не добилися ми від Игоря Анджумянца нічого. Далі. Питання ще таке. З різних джерел знали бійці на фронті про цю ситуацию, я вам скажу, ну, тому що волонтерські рухи всі, вони дзвонять туди, і, ну, вони не могли не розказати цю ситуацию. Я вам скажу, як бійці до цього відносяться. Вони не відносяться так до цього, як ми, мирні люди, що, ай там, розберіться. Для них аргумент – це авто. Людина була бідна, вона купила позашляховик. Це вже аргумент вбивчий. Тому я не думаю, що Ігор Анджумянц – божевільна людина, і він поїде в АТО. Тому що я б йому не радила туди їхати. Дуже хочу застерегти людей, які будуть намагатися фізично чи якось морально тиснути на нас. Тому що є люди, повірте, і люди честі, які цього не допустять. Я говорю про бійців, ви розумієте. Далі. Мене цікавить ситуація, чому деякі є, деякі люди, які покривають Ігоря Анджумянца. Я назву це прізвище. Неформальний лідер, не лідер, а голова ілюстраційної комісії Костянтин Схобря-Вашвілі. Вибачте, тяжко мені вимувати. Але неодноразово піднімалося це питання, і відповідь одна – не подобається й діть. Тепер секретар ілюстраційної комісії Наталья Найнікова також активно захищає Ігоря Анджумянца. Тут причина є, тому що він там заказує, вона має відношення до швейного овцаху, він заказує в неї там речі. Тепер члени цієї ілюстраційної комісії на гімназичній три займаються волонтерством. Наша група з'їхала, тому що ми не хочемо більше, вибачайте, приймати у цьому участь. Ми надаємо інформацію, хай правоохоронні органи розбираються з цією ситуацією, тому що в нас є сумний досвід, це Іванов, який, ви пам'ятаєте, в Альфатері там валявся. Так що, і ми переїхали до Олександра Доброжанського на Буніна 8, і будемо займатися тим, чим ми займалися, і, повірте, буде звітність від А до Я. Також, що ще я хочу додати? Ну, в принципі, поки все, може ще щось додати. Я ще добавлю, що последнією каплею, що послужило приходом сюди, це були з воскресенья на понедельник. Каждий день ми приходимо на роботу, я приїжджаю до 10 часів, Светлана Колос, минути на 15, приходить раніше, она живет рядышком. Коли она підійшла до офісу, она увидела, що лічинки, ралетів немає. Вона позвонила сразу мене, я їй сказала вызвати милицію і сообщити гаджумянцю. Вона короле там не прикасалась, вызвала милицію, позвонила гаджумянцю. Гаджумянцю ответил, говорит, я приходил ночі, коли открывав замок, він сломался. Жди мене, я сейчас їду і вызовем службу для відкривання дверей. Ми стояли з Светланой, і вже я під'їхала, ми ждали, приїхала милиція. Начали делать осмотри места, фотографувати, фіксувати. Тут під'їхав гаджумянцю, показав їм документи і почав відкривати ралетів. Коли він почав під'їмати ралетів, милиціонер побачив, що внутри хтось знаходиться. І стоять з видеокамерою, знімаються через цю стеклянну двері. На питання милиціонера, хтось знаходиться тут, він говорить, що це охрана, яку виставила хазяйка. Ну, пока стояли, ми заметили, що двері вже на замок на входній двері не було сменено. Він відкриває своїм ключом двері, все продовжують снимати. Потім Ігор Гаджумянць разворачивається з милицією і говорить, так як я є арендатором цього поміщення, я не даю вам розрішення на осмотр поміщення. І отходять до машини, там вони залишляють протокол. Ми з Светланой зашли в поміщення і увиділи картину. Два лиця кримінальної внешності, в камуфляжі. Причем я зразу обратила внимание, що на нем були наші речі. Все в офісі, все посылки вскрыты, все мешки вспороты, все лікарства перевернуты, рассыпаны, банки з тушенкой раскрыты, рідом стоять бутылки з медицинським спиртом выпиті. І в мене на столі лежали две дуже інтересні штучки. Ді пауку? У мене на столі лежала бейсбольна біта і милицейська алюминиєва пауку. Прошу заметити, що люди... Светлана обратилась к ним і спрашує, ви хто? Вона думала, може, самооборона какая-то. Ну, видно було, що ніхто не самооборона. Вони кажуть, що нас сюди поставив друг Ігоря Ганджумянська на охрану. Ми решили заработати, подзаработати. Причем люди стояли з дорогою видеокамерою. Люди, які прийшли подзаработати, снимали дорогу видеокамеру. У Светі була істерика, вона там ревела, плакала. Милиція вже развернулася і уехала. Поскольку Ганджумянська не дала разрешення на осмотр, вони уехали. Тут ми починаємо вже більш детально. Ці два чоловіка теж ушли. Вони навіть не забирали ці свої палочки, виручалочки. Вони ушли. Ми Светі почали більш детально смотреть, що у нас пропало. Ну, крім того, що все було вскрито, абсолютно все. Були там, ну, з самого нижнього ящика вплоть до того, що гематоген достали. Где він там лежав в большой стопі. Украли ножи естетичні, украли лікарства. Ножи, щоб ви розуміли, це дорогу ще ножи, статичні ножи, так? Буквально, у меня вопросы, потому что у нас время ограничено. У нас сегодня очень плотная полоса грифингов. Первый вопрос. Вы знаете, кто платит аренду офиса? То, що ще снимали на гимнастической три. Знаю. Це знают все. Можна це озвучити? Можна. Наверное. Можна. Андрей Юсова платить аренду офиса. То есть партия УДА? Наверное, партия УДА. Второй вопрос. За які средства вообще живуть волонтери? Те, чим занимаются, так, чтобы не було возможности украсть у тех людей. У меня, например, какое чувство? Ганджумянс, купив эту машину и разворовав деньги, виноват в смертях людей, которые погибли сейчас на Донбассе. Можна я скажу? Можна. Особисто учила від бійців реакцію на всю цю історію. Вони кажуть, що дивіться, за ці гроші можна було врятувати, тому що це їх особистий, це Унцевець відповідає, врятувати його друга, який загинув, тому що не було знеболюючого, щоб його вколоти. Ні, знеболюючого, від шоку вболювого. Оце просто конкретна відповідь на це авто. Щоб ви розуміли. Щодо Юсова, хочу сказати, він оплачує офіс, але заради справедливості, хочу сказати, він зовсім не втручався в роботу Координаційної ради. Це тільки оплата офісу, більше нічого. За які доходи у волонтєрів? Доходи у волонтєрів, якщо у нього є доходи, то він вже не волонтєр. Я лично, у мене муж зарабатує. Я скажу, що я не работаю, мені не работаю тільки ці 6 місяців. Я 20 років не работаю. Це так, щоб було всім понятно. І я пенсіонер. Я від себе скажу, я являюсь в міру, так сказати, директором компаниї промокології. У мене два висших образування, ученого степени, 25 років стажа топ-менеджера в різних компаниях. Я не продавец в купі. А іноді я волонтєрів. Якщо чесно сказати, іноді я директор. Ось так, щоб так чесно. Собственно, моя організація «Гармия Хелл», ми з Дмитрием Рудем розповімся в офісі промокології. Ми договорилися з собственником компаниї, я не являюсь собственником компаниї промокології. Ми договорилися з собственником компаниї, половину офісу отдав под общественну деятельність. Естественно, за це ніхто нічого не платить. Це дуже просто. Ізінити, ще така фраза. Чи багато обикагають Алину в том, що що она станала, що она багато прусіває. Я не знаю все, що делает Алина, але воно сказати однієдні в Brandon. Присувачі бути волонтєрами подіймą. Йоцій у кільських класах переціала дочисного ведення куплено за її личні гроші. Мною лично і мною лично доставлюй. О кій цікаві йде річ, ми все понимали. 22 тысячи евро. Особисто я занимаюсь своим человеком приватное предприятие. Виробляемо, ну скажем так, это маленькая приватная предприятия, у нас только двое. Виробляемо дитячие такие игровые комплексы, величезные, как, ну это мебли. Это мебли, горка, туда залазите, такие, как... Шведская стенка, нет. Ну, кому интересно, я покажу. Звісно, воно дуже дорогоще, бо дуже багато матеріалу йде. Ну, тобто, ми продаємо ці комплексы. Я работаю в сфере недвижимости, вот, как сказал Алик, иногда. Будучи директором агентства недвижимости, я иногда там работаю. Здравствуйте, у меня вопрос к вам, я, к сожалению, не помню. Скажите, пожалуйста, в прессу просветилась информация о том, что у вас есть уголовное дело по поводу... 11. 11 уголовных дел, да? Можете прокомментировать? Я могу прокомментировать, и как это вообще попало в прессу. Значит, прошлую среду мы вечером с Светланой находились в офисе, когда там врывается двое людей, видеокамера и журналист. На вопрос, кто вы, они отвечают, мы Думская. Предоставьте документов, документов нет. нам посоветовал, с нами находился Гордышев Сергей, он всегда с видеокамерой, он тут же включил, начал вести свою запись и сказал, закрыть дверь и вызвать милицию, поскольку документы никто не предоставил. Когда мы закрыли дверь, журналист берет телефон и говорит, причем, когда он залетал в офис, он сразу уже летел ко мне словами, расскажите всем одесситам, как вы, такая аферистка, можете собирать, с 11 уголовными делами, собирать помощь. Я сегодня то видео выложу, которое мы снимали. Когда мы закрыли дверь, журналист, псевдо-журналист Репин, Павел Репин, берет телефон, звонит и говорит, Мишель, нас закрыли. И нам тут уже все стало ясно. Еще раз повторю, что Мишель, это подруга Ганджу Мяса. Все. Дальше 40 минут, видео на 40 минут, как он обливал грязью, что он делал. Мы вызвали наряд милиции, наряд милиции приехал, но к тому времени уже был главный редактор у нас там, Тютюкин. Или как, не помню. Я прошу прощения, я не по ситуации, которая произошла. 11 уголовных дел у меня нет, у меня вообще нет уголовных дел. Сегодня я выложу эту справку, я, к сожалению, не успела ее сейчас забрать в городском управлении, но мне вообще нет уголовных дел. Тот сюжет, который они нарезали, значит, они собрали, я действительно проживаю на Коблевской, На Коблевской, 45, подо мной квартиру, купила я у мошенников, я у мошенников, на которую, на группу, то действительно заведено 11, на ту группу заведено 11 уголовных дел. Но Тумская вот нарезала все, причем тех бабушек я вообще не знаю. То есть те люди, которые давали комментарии, они вас обрели? Да. Да. Подождите, но там было как сказано, да я громко говорю, у нас прямая просвязь, ее смотрят люди. Давайте внимательно посмотрим то видео, которое было на Думской. У тех людей была претензия не к Татьяне непосредственно, а к нотариусу и к группе каких-то определенных лиц, имен которых они не называли, а непосредственно не к Татьяне. Поэтому давайте внимательно смотреть видео. И Татьяна выложит сегодня видео на 40 минут, я лично его видела, я думаю, все от честности будет интересно его посмотреть. Все, спасибо. Я выложу видео и выложу сегодня документ, который вот я еду сейчас получить, что на мне нет вообще уголовных дел, не то, что 11. 11 уголовных дел это на той группе. И судебное это расследование уже идет 5 лет, это случилось в 2009 году. Как вы думаете, в связи с чем вас это говорило, для чего это делается? Это гонжуранс делается, потому что мы ему ставили очень, как только мы начали настойчиво требовать отчета, аудита, вот началось вот это. Причем вот эта ситуация, которая произошла с понедельника, с воскресенья на понедельник, когда к нам приехал уже второй наряд милиции, это даже нарядом не назовешь, потому что приехал подполковник, два майора и капитан. И когда они все слушали, мы рассказывали, они такое вот, ну просто, они не для протокола сделали заключение, что это была попытка покушения на вашу жизнь. Вы открываете дверь, замок, который уже поменен, у вас это не получается сделать, то есть попытка взлома. Для чего они стояли, снимали это? То есть биты были приготовлены, они стояли с битами, должны были. Милиция сняла отбитки пальцев и помимо того, как им рассказали взагалі про эту ситуацию с самого начала, про погони ганджумянца, они сказали, что тут статья за статьей. Так что, я думаю, что это очень серьезно для ганджумянца закинчится. все равно мы берем. Ань, скажите, это о том, что вам удостоверение еще покажут? Да, да. Не просто по-насу. Да, когда мы заезжали на стадион на футбол, мы там разрешили стадион любезно стать, чтобы собирать деньги. И шлотбаум был закрыт, и Игорь показал удостоверение майора, потому что и нас пропустили, и потом еще даже прикалывался, так бы я сказала, что стол несет мне сам майор нацгвардии. Давайте, давайте так мало времени. Вопрос такой, как нужно, у нас тема брифинга, принципы финансовой отчетности волонтерских организаций, как нужно отчитываться, чтобы не было таких ситуаций, как нужно делать так, чтобы волонтеры не воровали средства у тех, что они собирают? Смотрите, я могу довольно-таки профессионально дать ответ, все-таки прозвание позволяет. Ну, первое, абсолютно идеальной системы учета не бывает. Никто на этой планете не изобрел абсолютно идеальную систему, которая исключает мошенничество. Поэтому здесь один может быть вариант, это полная прозрачность. То есть только тогда, только первым свистком является, когда кто-то из волонтеров пытается хоть чем-то шифроваться. Я не понимаю, что можно где скрывать. Да, можно скрывать там свои маршруты. Я скрываю свои маршруты. Я скрываю свои даты выезда. Я выкладываю только, когда я возвращаюсь. Я никому не рассказываю, какими коридорами и кто мне дает коридоры. Это секрет, не расскажу никогда. Что я везу, тоже не показываю. постфактум. Все, что хотите, ребята, постфактум. То есть есть документы о закупках, есть документы видеоотчет о передаче. То есть открытость. То есть общественность требовала, чтобы вы знаете, мне сложно это все комментировать, потому что я не представляю себе человека, который там разочек хотя бы один раз проехался под городом, который до госпиталя сможет воровать. Понимаете, вот у меня я пытаюсь ответить профессионально как экономист, но тут вопросы наверное больше в рациональной плоскости. Потому что то, чем мы занимаемся, мы занимаемся по зову сердца. Это по-другому не называется. Если у кого-то этого нету, то это диагноз. То это просто паршивый овца. И поверьте, везде, где есть деньги, всегда будут жулики. И то, что в этой среде появляются жулики, это нормально. Это неправильно, но это нормально. Увы, нормально. Мы просто должны правильно и жестко давать оценку. И последнее, наверное, самое главное. Страшнее преступления это не на заказание преступления. Если действительно будет подтверждено о ком-то, о чем-то, о Гаджумянсе, хотя здесь подтверждать, можно сказать, что нечего, если это окажется безнаказанно, то плевок нам всем. Вот, собственно. А сейчас уже были ли какие-то заявления в милицию, в прокуратуру, в правоохранительные органы о том, что он все завершил? в милицию, в милицию. в милицию. Еще хочу таки, просто, мне это, знаете, мне это рзает, что, это еще история, что он купил, сколько, 70 тысяч, около 90 тысяч гривен, не знаю, где он эти гроши взял, и, в целом, в милицию ситуацию, он купил, знаете, такую игрушку, для нас, для нас, виртуальный тир, там, где они стреляют, по ворогу, ну, просто, как кино, показывают кино, и они, типа, стреляют. Тут, в Одессе, 90 тысяч гривен, мы по копийках збираем, чтобы берцы купить, потому что там голые хлопцы, а он купил игрушку, просто игрушку, это не нормально, вибачте, это не нормально. Еще хочу сказать про наличку, что все знают, волонтеры подтверждают, что эти гроши, что идут без нау, это капля в море, то, что, в сравнении с готівкой, которая шла через ганджумянца, она всегда шла через ганджумянца, он приезжал, и, если кто звонит, он особисто брал в руки эти гроши, мы не знаем, сколько он взял в той готівке, это также великая проблема, и как ее найти, эту готівку, и так же, он ездил на гвардию, это же долгий час, он всегда отмолялся брать с собой супровид, потому что все хотели поехать, наша Лена лекарь хотела поехать, мы хотели поделиться, взагалі зайти туда, завжди він відмовлявся, не ездив туди один, тому ми не в курсі взагалі, куди він, чи він возив туди, чи ні, ніхто не знає, так що. А давайте зробимо наступний прифінг, давайте зробимо наступний прифінг, позовемо когось з нас в артії, пусть вони відповідають на ці питання. Ганджумянс показує акти прийому-продачі, значить в артії немає. Наточка, цього нема, це по-перше, по-друге, мені сьогодні перейшло замовлення, ну ви знаєте, що таке замовлення з воїнської части, 13-м пунктом там стоять і Ганджумянс. Я зрозуміла тебе. Я ще хочу сказати щодо звідності, я не знаю, чи Наташа Бранжу буде розповідаю, тому що саме вона робить чітку звідність, і я думаю, що саме так треба робити. На пилуну, на пилуну. Вона детально розпрашиває. Добрый день, Наталія Бранжу, Лена Грекова. Вдвоєм це допомога Одесі захисникам України. Ой, ну ми с Лене почали все давно, а зараз кримських воєнних не буду розказувати нашу історію, подійдемо качотності. Коли ми починали все з Лене, це починалося все з якихось в районі тисячі гривень в неделю, з того, що там все не то, що даже дому поміщалося, а в машині поміщалося, ще було свободне місце. Але все одно ще тоді ми приняли решення, що для нас дуже важна отчетність, це то, щоб люди виділи, перше, куди входит то, що вони приносять, і в фінансах, і в товарі. Тому що дуже багато людей приносять товару. Що касається товара, ми показуємо, що ми це приняли, відвозимо на фронт, показуємо, що передали. Що касається отчетів, ну, денежних средств. Денежні средства у нас поступають на карточку, у мене карточка банка Певденова, у Лене карточка банка Приват. Так же само у нас є валютні счета, це у нас ОТП-банк. Так же само люди нам переводят, вестерн-юніоном, маніграмом, да, із-за границы. Так же дуже багато срідств поступає наличними. І я вже, коли ми с ребятами обсуждали, я говорила, що те деньги, які поступають нам на карточки, на самом деле це крохи, по сравні з тим, що люди дають наличними. Тому для мене було дуже більшим віддивленням, коли мені сказали, що у них наличних средств немає. Ну, наверное, все вони приходили нам, і слава Богу. Як ми ведемо отчет? Ну, все, перехто, ежедневно, на протяжі вже семи місяців, кожен божий день, у нас в конці вечера отчет. До цього ми з Лене вдвоєм на телефоне, які средства поступили мене, які средства поступили їй, які расходи були у мене, які расходи були у нее. Також само фотографії того, що прийшло, ежедневно ми викладаємо, прийшло столько-то, расход такой-то. Расход, вот чеки, приход, вот скан с банка, с телефона, с смс-ки. Далі, кроме того, що ми це пишемо кожен день, тому що людям це доступно, у нас є в Google Docs, ми введемо таблицю. Таблиця доступна всім онлайн. Каждий день после моїх отчетів є ссылка на цю таблицю, є ссылка на цю таблицю на нашому сайті. Каждый, в любой момент дня і ночі, коли йому вгодно, може зайти і посмотреть, є ли його средства. Далі, ми не просто пишем, прийшло 100 гривень, ушло там 50 гривень. Пишем, прийшло на карточку такую-то, то есть на карточку пивденово мою, прийшло на карточку приват Ленону. Також указываємо время. Буває таке, що в день поступає по 100 гривень несколько раз, по 200 гривень несколько раз, і буває таке, що там в доларах заносять два рази по 100 гривень. І таке теж буває. Також саме, день, які приносять в офіс, ми пишемо слово офіс, налічка офіс, перевод із США, перевод із Германии, якщо це переводи. Тобто, що може зайти і посмотреть. Для чого ми це робимо? В першу чергу, для того, щоб людина, який один раз вже нам дал 2-3 гривні, 100 гривень чи 1000 гривень, щоб він був був, що його деньги поступили, на що його денежні средства розходувалися, тому що так само, коли ми пишемо отчет «Расходи», ми пишемо, на що ми розходували. Не просто потратили 50 гривень, а ежедневно перевішиваються чеки, так само пишуться, що «Деньги потрачено на закупку того, того, того». І кожен може переверити, по чому ми купили, велики деньги, і де ми купили. Тобто, ми нічого не скрываємо. В першу чергу, щоб люди бували, що ми эти средства розходуємо непосредственно на то-то, то-то, то-то і непосредственно на це, 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 це ми завозимо туда, ребятам, на перетобу. В останнє час, ми реже намного почали їздити, тому що, слава Богу, там нова почта, вони нам передоставляють безплатні промокоди, ми часто відправляємо. Ребята оттуда нам высылають отчеты о тому, що вони получили. Ми почали менше їздити, в принципі, в першу чергу, тому що економія фінансових средств, тому що кожна поїздка по деньгам – це 5-6-7 тисяч гривень. Ізвінити мене, за ці дінги ми можемо купити какое-то определене кількість. Ми зараз за 8500 купили 110 масхалатов, да, зимні, ну, білых. Ізвінити мене, або ці дінги потрапили б на дорогу. Вот, поэтому, как бы, просто каждый волонтер, который делает отчет, це в першу чергу, он уважає себя, в першу чергу, он менеджер, потому що чоловік, який прийшов з продавцем, він не може руководити. Даже в нашій волонтерській деятельності треба иметь управленнячі навыки. І без цього никак і никуда. вести елементарну фінансовую чергусть. Та ситуація, яка щас произошла на гимназіческой, та ситуація, яка була з Костю Івановою, да, она дуже сильно влияє на то, що на нас, да, на всіх остальних. То есть, і начинається у людей недоверіе, да, якщо відбувалася ситуація така с одним, відбувалася ситуація така с другим, значить, а чим вони краще, чим вони хуже? Наверно, вони такі жі самі. Честно, кого-то заставити нам верити я не можу. Але ми робимо все максимально можна і прозрачна, для того, чтобы люди видели, куди расходуються їх фінансові средства. А діньки – це сумасшедші. На самом деле, да, доходи, даже для мене на сего чтение 1000 гривень – це больші діньки, за які ми можемо купити хлопцям, і котрим ми економимо по каждій копійці, по каждому крохам. Каждий уважаючий себе волонтер, ми всі прийшли, допомагаємо хлопцям, не потому, що ми хочемо заробити якісь фінансові средства, робити на цьому кар'єру, бізнес, чи куди сесть на якісь тіплі місця. Допустим, я знаю, що ми з Лене, і ребята, і та ж Ксюша, що расходи на бензин по городу, телефони, грузові машини, там куда-то що-то отвезти, привезти, а об'єму, поверте, мені, вийшли вже по нескільки тонн в неделю – це все наші проблеми. Єдинственное, за що ми списываем расходи на дізельне топливо, коли ми їдемо в зону ТО, і ТО, викладаємо чеки. Я можу сказати, коли їдет мій муж, ми даємо всігда йому сумму налічну більше, тому що мало ли що, це дорога. Он приїжджає, т.е. де він кушає, де він спит – це проблема нашій сім'ї. Т.е. є два чека, бензин в одну сторону, в бензин в другу, на якому написано, на якій заправці, де це заправлялося, в якому в речі, в якому місця, в якому місця. – Все хороше. – Понимаєте, все. – Все остальные расходи – це наші проблеми. Наші проблеми, де ми знаходимо склад. Рассказывали, що там у себе на підприємстві договорилися з учредителем. У нас ситуація така, ми договорилися з своїми друзями, які нам дали просто склад, в подвале, який знаходиться, слава Богу, що він є. І перевозки, вони же, опять же, нам дають по Одесі безплатно, своїми же машинами. І з нами вместе стоять руками перебирають. Слава Богу, є ці люди. Спасибо. Але, честно, я не понимаю, коли люди помогають военним, беженцам, ще кому-либо, і арендують поміщення, для яких платить деньги. Честно, поставила бы в стенки і расстреляла. Тому що стоимость ринків на сьогоднішній місці в місці в Одесі ми знаємо. Эти деньги можуть підійти на то. А в Одесі достаточно людей-патриотів, які готові предоставити безплатне поміщення. Вот так, выше крыши. Тільки просите. Тільки напишіть пост в фейсбуці, через два дні у вас все буде. Було б желання. Так, давайте сделаем перегляд. Пришли на 13 у нас офіс тоже. Это тоже предоставили наши друзі. Вот мы писали там пост. Мы написали пост. Мы долго не могли найти поміщення в центре города, де людям було б удобно привозити. І нашлись такие люди, нам предоставили, вот Гагарина 13, они ми там концертне агентство вообще. Ну, люди принося. Да, нам приходиться чаще оттуда забирать, но мы, спасибо большое за это, мы там раз-два дня едем забираем. Просто тратить на аренду денежные средства это кощунство на сегодняшний день. Так же само, как и покупать машину. Вы меня извините. Можно еще одну ремарку? Я могу себе сейчас, я могу себе позволить скупить машину, потому что у меня есть доходы. Они у меня были до этого. Но я езжу на машине, которую купила в 2009 году и радуюсь этому, потому что, извините мне, я могу честно сказать, я там сумасшедший шопоголий, который не вылазил из Европы, я там люблю кушать в ресторанах, в которых меня знает каждый, но я себе за время войны позволила купить одну красную помаду, да, дорогую, но хорошую. Все. Вот не могла себе отказать. Поэтому, извините, я только кощунство. Еще одну ремарочку по поводу дистоплива. У нас Игорь в одну поездку тратит 12-14 тысяч гривен. А, боже. Нет, это едет караван. Груз везется, ну, максимум в двух машинах. Остальное идет группа сопровождения. Причем он говорит, это когда я заказывала машину, грузопассажирский бус, меня спросили, сколько должно быть пассажирских мест. Я говорю, ну, оставь пять мест, нам достаточно будет. Потому что Игорь... На что Игорь сказал, я в бусе не поеду, мне некомфортно. И вот все машины, которые легковые его сопровождали, он заправлял. У меня есть, мы переписали с Алиной все чеки, он предоставил чеки. За одну поездку у него 14 тысяч гривен на бензин. Потому что ему некомфортно. А солдатам в окопах комфортно. У нас следующий брифинг идет по горячей линии волонтеров. Я приглашаю вас всех остаться. Мы сейчас делаем небольшую передачу. Спасибо. 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 Продолжение следует...